В Саратовской области растет число безработных. С начала года в полтора раза увеличилось количество тех, кого сократили или уволили. При этом из 40 тысяч обратившихся в службу занятости новую работу так и не дождались 10 тысяч человек. Этот уровень трудоустройства ниже запланировано. Почему растет безработица, выясняла наша съемочная группа. Работу у станка Анастасия сменила на ногтевой дизайн. Девушка – инженер с опытом работы. Но когда вышла в декретный отпуск, поняла – денег не хватает. Тогда решила подзаработать и отправилась на курсы. Сейчас подумывает о том, чтобы навсегда остаться мастером маникюра. С 8 до 5 на производстве – это неудобный график. А здесь, если даже мастером маникюра работать, удобный график. Два через два можно как-то поменяться с напарницей. Но эти курсы для тех, кто может себя обеспечить и не переживает по поводу работы. А вот тем, кто за переобучение заплатить не может, выбирать не приходится. В областную службу занятости уже обратились 40 тысяч человек. 30 тысяч нашли работу, остальные пока в поиске. Чиновники признаются, ожидали лучших показателей. Планировали трудоустроить 80% обратившихся. Та часть, которая пока еще не трудоустроена, это не значит, что они не будут трудоустроены вообще. Этот процесс идет, и эти 10 тысяч из них выбывают люди. А потом прибывают те категории, периодические, о которых я сказала, сокращенные. Это люди с инвалидностью, это слабозащищенные категории, с которыми мы особым образом работаем. Профильные чиновники уверяют, ситуация под контролем. Но цифры говорят о другом. С начала года уровень безработицы значительно вырос. В полтора раза увеличилось число тех, кто лишился должности. Причем работодатели, прикрываясь кризисом, часто стремятся сэкономить. Случаи, когда сокращают бесположенных выплат, сегодня не редкость. Следует признать, что количество обращений по фактам нарушения трудовых прав несколько возросло. По всем подобным фактам прокурорами проводятся проверки. При выявлении нарушения принимаются меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц. Пока росла безработица, снизилось количество вакансий на 17%. Если так пойдет и дальше, региону грозит социальный взрыв. Чиновники тем временем решили проблему по-своему. Обратились в федеральный центр за финансовой поддержкой. Все организационные мероприятия на сегодня проведены. Подтверждена сумма федерального финансирования, которая пойдет на эти цели. Есть средства регионального бюджета на финансирование данных мероприятий. Ожидаем, что буквально в течение месяца, августа, этот вопрос решится. И мы запустим полностью разработанную программу. Из федерального центра на новую программу трудоустройства выделяют 53 миллиона рублей. Еще три добавит область. Но только этих денег хватит на самые примитивные меры поддержки. Всерьез решить проблему безработицы такая программа вряд ли сможет. А потому рынок труда в ближайшее время может пополниться еще не одной тысячей безработных.